Слава Украине! Привет всем от Полонского! Интересные и все более интересные новости приходят из так называемой России. Значит они там Путин им рекомендовал, ну понятно у Путина там три извилины в голове, короче вряд ли он такие сложные вещи может рекомендовать. Центробанк рекомендует компаниям переводить торговлю с зарубежными партнерами в Рупии, Юане, Иранские Реалы, вообще цирк, хорошая валюта, ничего не скажешь, да. Значит что там еще, в Дерхам и УАЭ, в Эмиратов, ну единственное хорошо что еще пока не рекомендуют в сомалийские шиллинги, а то было вообще замечательно, вот, но я как бы не об этом, то есть внешняя торговля у них очень оригинально переходит в такие знаете экзотические совершенно формы, вот, которые не могут не улыбать, вот. Но вот что делать со внутренним потреблением они не знают. И что я имею ввиду? Дело в том, что вот компании вынуждены действительно торговать на внешнем рынке фиг знает чем, за фиг знает какие деньги. А вот чиновники внутри страны, значит, традиционно берут взятки исключительно в долларах и в евро. И не хотят слышать не то что о Дерхамах и о Реалах, а даже о вот этих банальных фублях, которые тоже фиг знает что за деньги и фиг знает сколько стоят. Вот доллары им и евро подавай. Ну не патриотично как-то получается. С моей точки зрения так, вот когда Матвиенко придет к Путину и скажет ему, что вот она только что получила взятку в 100 миллионов иранских реалов, вот тогда Путин имеет право расплакаться у него на плече от радости, расслабиться и сказать, да, мы перевели все на иранскую валюту. Но это не точно.